Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк сервис Алиэкспресс с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, здравствуйте дамы и господа. И тут у нас такая новость. Вакуумная сборка HomeTom HT20 позволила сделать смартфон тонким и защищенным. Компания HomeTom анонсировала новый защищенный смартфон HT20. За счет дисплея с диагональю 4,7 дюйма можно комфортно использовать смартфон одной рукой. Также благодаря новому методу полностью закрытой вакуумной сборки, производитель сумел сделать HT20 тонким и защищенным от повреждений, ударов, а также устойчивым к воде и пыли. По стандарту IP67. Владелец смартфона может использовать его для подводной съемки фото и видео. HomeTom HT20 также защищен за счет сканера отпечатка пальцев от проникновения нежелательных пользователей, скажем так, для защиты личной информации. Производитель заявляет, что прочный корпус HT20, собранный из трех слоев, имеет высокую плотность и соответствует военному стандартам. А его рама выполнена из прочного металла, применяемого в авиационной промышленности. Все это обеспечивает защиту от падений с высоты 1-2 метра. А экран прикрыт закаленным стеклом Kerning Gorilla Glass, устойчивым царапином и ударом. Каждый разъем в HT20, будь то аудиовыход, USB-порт или динамик, прикрыт пылезащитным сетчатым фильтром, который предотвращает попадание пыли, песка и грязи внутри устройства. А защита по стандарту IP67 позволяет использовать смартфон для подводной съемки. В Хоум Том HT20 установлен 4,7-дюймовый дисплей с разрешением 1280х720 пикселей, 4-ядерный 64-битный процессор MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, встроенной накопительной на 16 ГБ с поддержкой карт памяти microSD, объемом до 64 ГБ, 13-мегапиксельная основная камера и 5-мегапиксельная фронтальная камера, 2 слота для сим-карт с поддержкой 4G, аккумулятор емкостью 3500 мА и сканер отпечатка пальцев. Работает смартфон на Android 6.0 Marshmallow. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал. Субтитры создавал DimaTorzok